В понедельник весьма бурный митинг произошел на центральной площади города. Вначале на площади собралось человек 30, где-то в 18.30 их было уже около 100. Основные темы разговоров. Цитирую. «Татас не пускает других перевозчиков в наш город. Братки останавливают автобус и высаживают пассажиров, как в лихие 90-е. Кто, как не власть, обязан обеспечить комфортность населения? Мы хотим отстаивать свои права на свободный выбор транспорта, какой хотим. Когда будет остановка около исполкома? Пришедший на митинг замгородского председателя Виктора Шевченко пытался объяснить ситуацию. Отвечал на вопросы, что уже сделано, что сделать пытается, а что сделать пока невозможно. Так, например, нельзя решить вопрос на уровне города о перевозке между областями. А у нас именно такая ситуация. Перевозка из Славутича Киевской области в Черниговскую область решается на уровне только министерства. Но в ответ звучало многоголосое утверждение. Вы власть, вот вы и обеспечите Славучан решением транспортных проблем. В результате почти часового, порой сверхэмоционального общения, родилось заявление на мэра, где указана ситуация с нарушениями графиков движения, неуважительным отношением к Славутичанам, завышенными тарифами, противоправными действиями АТАС против других перевозчиков из Чернигово и требование обеспечить высадку пассажиров на автостанции. Во вторник утром мы встретились с руководителем АТАСа и поговорили около получаса фрагмента из общения. Вас обменяют во всех смертных грехах. Ну, начиная с того, что АТАСом руководят бракки, и вы применяете методы 90-х. Вот что вы ответите Славучану на этот вопрос? Ну, где хоть одно заявление в полицию? Пожалуйста. Если вы считаете, что это методы 90-х, это рэкет, это нарушение закона, почему до сих пор нет ни одного обращения в полицию? Пожалуйста, обращайтесь. Хорошо. Там были женщины и с детьми, в частности, которые жаловались на тот случай, когда высаживали прямо из автобуса около моста и, ну, как бы, по их утверждению, угрожали водителю, что если еще здесь появишься, ну, и, как бы, это будет неприятность. Ну, вот такой факт был. И, насколько я понимаю, по лечительности такое заявление будет. Так пускай будет. Пускай будет зафиксированный факт данного действия. Пускай они, если есть это нарушение, снимают на видеокамеру, дают свидетельские показания, полиция в этом разбирается. Ну, никто не против. Потому что, кроме, как бы, слов и каких-то домыслов или фантазий, как бы, ну, этого нет. Да, люди были. Да, это моя служба безопасности, моего предприятия. Ну, причины, во-первых, как бы, мы не можем договориться с этим. Мы уже на протяжении пяти лет постоянно передоговариваемся. Этот перевозчик не умеет держать слово договоренности, отвечать по этим договоренностям. Ну, как бы, что ж, в очередной раз он попытался хитростью, зарабатывать деньги. То есть мы его попросили вернуться тогда на его законное поле деятельности. У него есть официально утвержденный маршрут, по которому он должен двигаться. То есть схема движения, с обозначенной остановкой в нашем городе. Она напротив промкомплекта. То есть это есть схема, пожалуйста, туда. На колесе он тоже не имеет права останавливаться. Полиция за это должна его указывать. Это вообще нарушение любого дозволенного законодательства относительно транспорта. Почему? Потому что у нас в Славутиище, это Киевская область. Дозвол выдан Черниговской областной администрации. В их компетенции это организация маршрутов только внутриобластных. Межобластные маршруты – это компетенция только центрального органа, то есть Министерства инфраструктуры. На каком, скажем так, чем руководствовалось Министерство, делегируя им свои полномочия в проведении конкурсов, нам неизвестно. Мы написали ряд писем, сейчас ждем на них ответ. Но пока что, да. Попросили перевозчика зайти в свое законное русло. В принципе, у меня вообще желание есть в принципе уйти из этого города с этим настроением славучан, как бы я уже устал бороться. Это, знаете, как бы те вещи, которые делаются, их не видно, никто их не ценит, и никому они никогда не будут интересны. Тут мнение славучанное такое. Максимально комфортно и бесплатно. Ну и во всех грехах надо кого объявить. Транспортная цель. Было требование автобуса? Мы купили автобус. Это же детский сад, что ли? Есть 100 тысяч долларов в нашем городе? Нет. Было требование заехать на вокзал? Мы заехали. Это стоило нам тоже больших усилий. Бюрократическую машину, как бы, да, никто не отменял. Это все это Министерство, это Киев по сервису, это все согласование, ни одно согласование пройти. Это не все так просто, как кажется, на самом деле. Плюс цена выросла. Да, мы воплотились за этой ценой нашим пассажиропотоком. Люди не дослушивают, не дочитывают, не додумывают. Когда им говорят, что все равно цена прежней перевозчика 160 гривен с Черниговской, у них все равно остается в сознании, что 217, все, перевозчик, уже обнаглел, лупит цену. Хотя у нас на сегодняшний день стоимость пасть километра одна из самых низких по Киевской области. Это 83 копейки за километр. Киевская область стартует от гривны. Гривна, гривна 10, гривна 15. То есть эти данные все есть, пожалуйста, сравнивайте. Не надо обвинять АТАС в том, что они дерут с вас три шкуры. Если вы возьмете анализ средней стоимости, вот, допустим, Чернигов, Киев. 130 гривен на 140 километров. 93 копейки. С их пассажиропотоком и с нашим. Но есть разница существенная. Это существенная разница в проезде. Но, тем не менее, почему-то АТАС считают каким-то монополистом и предприятием, которое просто необоснованно завышает цены. А давайте возьмем внимание то, что мы, в принципе, тупик Кова город. Находимся в лесу. У нас он не транзит. У нас и сообщение из города, ежедневно 32 сообщения выезда. Выезда и въезд. Это 9 отправлений АТАСа на Чернигов. Это 11 отправлений других перевозчиков тоже на Чернигов. Это 4 отправления у нас на Киев наших автобусных. Это 4 отправления. Электричек на Чернигов. 2 отправления на Киев. Один автобус на Репке и один автобус на Беларусь. Вы считаете, это слабое сообщение? У нас транспортное развито в городе. Мы действительно живем в резервации, как некоторые пишут в этих социальных сетях. Вы действительно считаете, что АТАС тут оккупировал и не дает возможности людям выехать? Им, бедным, не на чем заехать, не на чем уехать. Это не то, чтобы домыслы. Это некого рода оскорбление. Относительно благота у вас тоже в какой-то степени стычки состоят? Не состоялось стычки, а был человек, который ездил на микроавтобусе регулярно. К нему подошла опять же та же служба безопасности объяснить с точки зрения закона, что он не имеет права это делать. Это и есть нормативы законные, которые надо выполнять. Человек без дозвольных документов не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью. Человек, если берет за это деньги, неважно, он окупает себе топливо, либо он просто как бы, ну, считает, что он может подвезти и заработать 20 гривен себе, или 50 гривен, допустим. Неважно. Он же взял деньги. То есть акт передачи состоялся, состоялся. Одно дело, когда вы едете со своими друзьями, родственниками, то есть какие могут быть вопросы. Но если вы на регулярной основе ездите, пользуетесь, вы берете деньги, вы устанавливаете цену в этих объявлениях, вы в принципе нарушаете закон. Потому что введение предпринимательской деятельности у нас подразумевает под собой наличие дозвольных документов. Первое, это как минимум открытие ФОП, а второе, это как минимум эта деятельность является лицензионной. Это получение лицензии, а дальше это еще и лицензионные условия, их соблюдение. Поэтому, пожалуйста, если вы можете, делайте. Как бы, если есть желание у кого-то встретиться со мной, поговорить по поводу приобретения данного предприятия, взять его в аренду, либо еще что-то, ну, пожалуйста, мы с удовольствием это обсудим. А уже чуть позже поговорили и с мэром города. Что до перевезения, ТАСУ, справді компанія, там декілька предприятий, зіпсувала собі имидж за останні роки и повернути цей имидж назад и доверу своих клиентов очень непросто. Хотя, при всеми, при том, новый автобус куплений, новый, мается на увазе, кращий, чем все другие. Врешті-решт, мы достигли сгоди с тем, что автовокзал Дарницкий используются в маршрутах, тоже витратили на это куплю часу, пельговые категории населення перевозятся, но проблем осталось, осталось, что мало, осталось, что мало проблем с качеством перевезения, цена всегда высокая, тут все, понимаете, кто-то хочет больше заработать, а мы хотим дешевше доехать. Есть конкуренция, конкуренция на маршруті Славутищ-Чернігів, принаймні, точно истинует. И с конкурентами борьба не завжди есть прозора и законна, мабуть, и, мабуть, законна. Но, разом с тем, вчера я мав разговарив с, мабуть, с властником маршруту Чернігів, Ніданчичи, если не помиляюсь, с той ситуацией, которая произошла в пятницу с ранку. Розмога началась с того, что людина запропонувала надати ему земельную ділянку в Славутич, для того, чтобы он установил автобусную зупинку. Шановные, нема проблем, но, как вам автобусная зупинка на вашей земельной ділянке в Славутич, если у нас больше 10 зупинок в городе есть? Будь ласка, заезжайте на любую, заезжайте, посадите пасажиров, и мы будем только доволены, потому что людям будет комфортнейше. Ни, я не могу заехать. Почему не можете? У меня в маршруті нема заезда в Славутич. Так, подождите, а как вы раньше заезжали? Ну, раньше мы как-то домовлялись за ТАСом, мы там біля них зупинялись, а теперь они нам сказали, что если вы будете заезжать, то будут у вас проблемы с законом, а там есть штраф. Полиция мает все председательства выписать штраф за порушение маршрута проезда автобуса. Поэтому это вопрос лежит в площадке изменения маршрута. Далее диспут пошел наоборот, как изменить маршрут. З'ясовалось, что для этого нужно предпринимателю витратить ледве не рік часу, чтобы были внесены изменения в маршрут. Это, по суті, новый маршрут. Вот так працюет державная машина, когда мы говорим, что влада за все отвечает. В данном случае ревень державної влади отвечает за то, чтобы маршруты быстро изменились. По потребам людей, по потребам клиента, если мы хотим, чтобы автобус заезжал в Славутич, какие проблемы намалювать в этом маршруте две остановки в Славутич? Да, нет проблем. Но рік людям нужно витратить час. Поэтому сегодня мы идем шляхом и с этим в том числе. Змена маршруту, чтобы человек могла заехать до Славутича. Повертаясь до пятницы, до инцидента, когда были порушены или не порушены права, с ним должны разбираться правоохранные органы. Знову же таки, мене в пятницу зупинили, не дали въехати, погрожували. Шановный, все почули, заяву подали в поліцію. Ні, не подав. Чому не подав? Ну, мабуть, подам. Давайте подавайте тоді заяву в поліцію, бо поки все, що ви розповідаєте, це розповідь. Це не є підстава для того, щоб вживати заходи до того, хто порушив закон. В день ми розмовляли з жіночкой, яка ініціювала вчорашні зібрання, воно було ініційовано день в день. Не було в мене можливості прийняти в ньому участь, бо день вже був спланований, ми з нею про це проговорили в тому числі. Але в телефонному режимі всю цю інформацію вона отримала. Каже, ну, тепер нам все зрозуміло, але ж тільки ви нас не кидайте, давайте разом змінювати ситуацію. Давайте змінювати. Давайте змінювати. Бла-бла-слав, класний проєкт. Але якщо він комерційний, то він повинен бути комерційним до кінця. Тоді треба реєструватись підприємцем і платити податки. Навіть, якщо це нерегулярні перевезення. Тобто, якщо ти заробляєш на цьому кошти, ти повинен сплачувати податки. Не такі високі податки в Україні для малого підприємництва. Вони справді невисокі. Адміністрування також дуже спрощене. Відкрити сьогодні підприємницьку діяльність можна за один день. Але треба змінювати ментальність свою. От коли ми повертаємось до виборів, в країні тепер все зміниться. Зміниться. 100% зміниться, якщо ми змінимось. Якщо ми перестанемо порушувати закон самі, тоді його ніхто не буде порушувати. Тому що влада – це відображення суспільства. Тому, хочете займатися підприємництвом? Будь ласка. Реєструємось, платимо податки, регламенти виконуємо ті, які прописані в законі, і ви тоді працюєте в цьому бізнесі. Якщо я їду до Києва і можу когось підвезти, нема з цим проблемам. Сьогодні в світі це розвинено достатньо мережа, і це можливо. Тобто все треба перевезти в площину законних відносин і нормальних, нормальних, сучасних, чесних відносин між підприємцями і владою. Щодо АТАСу, повертаючись до АТАСу, були в мене розмови і зустрічі з декільками перевезниками, українськими і навіть неукраїнськими, достатньо потужними. Вони не бачать маршруту Славутич-Київ для себе, тому що він не привабливий з точку зору пасажиропотоку. На жаль. Коли ми розмовляли з власником маршруту АТАСу, з Лазиславом, Юрій Кривович, ну вже ж новий автобус, вже ми їздимо, що ще треба? Кажу, я хочу сісти і випити каву в автобусі. У мене є такий досвід в Україні, компанія «Гюнсел», яка надає послуги у перевезення. Сідаєш, все, будь ласка, кава, чай, навіть декілька років назад, коли сів цей автобус, мені запропонували чай, каже, скільки то кошту, це входить в вартість проїздів. І це приємно. Ми хочемо послугу, щоб вона була кращою. Ми хочемо платити, але отримувати комфорт. А сьогодні Славутич з точки зору ринку перевезень пасажирських, не такий привабливий, тому що ми не транзитне місто. І це треба розуміти. І якщо ми маємо АТАС з гарним, поганим міжом, немає значення, але ми на нього впливаємо. Навіть цим зібранням вчорашним. Ми маємо вплив на нашого перевізника. Повірте мені, жодний «Гюнсел» чи інший перевізник не буде наслухати точно. Не буде наслухати точно. Автобуси, це мої проблеми, якими автобусами ввожу. Не хочете, не їздіть. Тому з АТАСом треба працювати. Вони не найкращі, але вони наші. І вони славутицькі, принаймні платники податків точно славутицькі. Коли кажуть, що Фомічов захищає АТАС, я захищаю всіх підприємців Славутича. Але вони повинні надавати якісні послуги. Це дуже просто. Вони повинні виправдовувати очікування громадян, очікування своїх клієнтів. Коли я плачу за послуги, я повинен отримати комфорт. І ми продовжуємо працювати в цьому напрямку. Ми продовжуємо працювати і в напрямку зміни маршруту для чернігівських перевізників, щоб вони могли заїжджати до Славутича, а не висаджувати людей на колі, на повороті, на Любіч. На Любіч. Ті, хто навіть не готовий заїжджати на вокзал. Це все кошти. Ми розуміємо, це ситуація ідентична Дарницькому автовокзалу в Києві з АТАСом. Не хочете заїжджати? Давайте заїжджайте до Славутича. Мені головне, щоб люди отримали комфортну і якісну послуги. І безпечно. Знову ж таки, вчора в розмові з ініціаторами мітингу, в телефонній розмові ми обговорювали, а цей перевізник по якості не кращий. Да, він дешевший, але і якість перевезення, вибачте, трошки не відповідає вимогам, які б ми хотіли мати з точки зору безпеки і комфортності проїзду. Діалог триває, питання актуальне, як ніколи. І сподіваюся, що ми все-таки прийдемо до вирішення і навіть регламенти державні змінюються щодо зміни маршруту, щодо легкості проведення конкурсів. Тому що і там є проблеми, знову ж таки. Конкурс на маршрут Чернігів-Любіч проводить Чернігівська облдержадміністрація, а маршрут проходить через Славутич, він міжобласний, теж є питання. Хоча людей, в першу чергу, цікавить якість, вартість, комфортність і безпека. Ці складові повинні бути на першому плані. Все інше ми повинні вирішувати в бюрократичних процесах влади всіх лігів. Безусловно, в спорах на площади невозможно решить такие вопросы, і особливо такие сложные, які стоять на границі возможного і невозможного. Надеємся, що кроме відправки во вторник обращення в Міністерство транспорта відповідній відповідній удастся зробити добровольні шаги навстрічі друг к другу, тому що інакше проблема никак не решиться. І вже дуже не хотілося, щоб славучане стали радикально решати цікаві цікаві особисто самостоятельно.